Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так как мы постепенно начали изучать звук, изучать вибрацию, как это все воздействует, мы увидели вообще уникальные потрясающие вещи. У нас есть очень много отзывов от людей сразу после медитации, какие они испытываются стрелять. И вначале это было просто чаша, что-то эдакое, где-то там с Востока. Кстати, тибетские чаши – это, в общем-то, модное название. На самом деле чаши были и в Японии, и в Китае, и в Таиланде, и везде на Востоке. Они применялись, у нас применяются колокола и вилла, а их такая история – это чаши. Мы постепенно, постепенно начали все глубже и глубже в это вникать. Ну, во-первых, у нас свои были очень интересные подвижки по жизни, потому что когда вибрации вот эти входят в нашу жизнь, то, что говорила Галина Михайловна, когда мы открываем конгресс, здесь гармонизируется поле всего, всего отеля. Это не видно, это не слышно, но вибрация действует, и у нее нет никаких препятствий. То же самое вы можете, вы испытываете, все мы испытываем вибрационные колебания. Это и шок холодильника, и проезжайшая машина, и голос соседа – это все звуковые колебания. Мы ими окружены 24 на 7 всю нашу жизнь. И уши – это тот орган, который все время слышит, даже когда мы спим и отдыхаем. И чем гармоничнее и комфортнее для тела, для вашего состояния будут вибрации вокруг вас, тем качественнее вы будете проживать с ушей и тем здоровее будете. И вот именно вот это воздействие мы ощутили, когда чаши звучат. Даже если ее не слышно, и вибрационная волна распространяется, она гармонизирует все пространство и гармонизирует ваше состояние. Первое, что наблюдается… Даже, знаете, наверное, своими словами все скажу, потом сладень быстро пробегу. Первое, что наблюдается при постановках чаш, при взаимодействии с чашами – это тишина. Это главное, главное сосредкающее. Мы очень много медитаций провели, более 2500 групповых медитаций. Более 600 индивидуальных практик мы провели. Мы играли везде – в госпроме, и в исполкоме, и на природе, и для детей, аутистов, ДЦП, и очень во многих местах. И главное – это ваше состояние. Вообще, все практики и везде, где бы вы ни находились, вы идете не за практиками, вы идете за своим состоянием. Какой вы выйдете отсюда? И это самое важное в вашей жизни. Потому что мы все делаем для того, чтобы был наш рост. Духовный, физический, чтобы качественно проживать жизнь. И вот просто, если вы возьмете чашу, просто позвучите. Оно настолько успокаивает, гармонизирует вас, настолько застихает ваши мысли. У вас останавливается диалог хаотичный, который вам мешает. Вообще, все движение прекращается. И вы находитесь в таком, знаете, дзен, как называется, когда тишина, и когда вы, ну, это состояние медитации, когда вам хорошо, когда вы чувствуете себя, слышите себя, вы знаете, что вы есть. У вас нет на основе того, что вам нарезали, вы увидели, услышали, а вы есть сами. Вот вы и все вышли. Вот такое идет соединение очень глубокое, ну, вот чаши. Вообще, мы изучали много историю чаш. Про них очень много легенд, очень много всего рассказанного. Надуманного. Но вообще, чаши использовались раньше монахами для индивидуальной духовной практики. Потому что она помогает быстро выйти в состояние медитации. Быстро соединиться с Творцом, и у вас пойдут очень сильные инсайты. Но для этого нужно успокоить ум. Социуми это крайне важно и крайне проблематично. Потому что у нас очень много информационного поля вокруг, очень много мы думаем, очень много задач. Но как раз это инструмент, который помогает вам быстро отключиться от всего информационного поля и быстро привести себя в порядок. Самостройка утром, самостройка вечером. И вы по-другому спите, по-другому дышите, по-другому живете. Или даже можете заряжать чашу воду и ее пить. И чаша внутри, она становится щелочной. Вибрация воды, вы знаете, что у воды есть память, она передается от вибрации чаши. Когда вы пьете эту воду, мы всегда в этой практике говорим, пейте мне воду, пейте вибрацию. И у нас была крайняя медитация в Казахстане. У Саши там живет мама и родственники. И когда у нас была вовсе очень потрясающая медитация, когда все выпили воду из чаши заряженной. И вот это произошло соединение с энергией. И только над нами вдруг в процессе медитации пошел дождь. Везде было 35 градусов, жар неимоверно, но именно у нас пошел дождь. И это было, я говорю, смотрите, какое соединение с природой, какое соединение со стихией. Мы все состоим из стихии. И чаши тоже состоят из стихии. Все пять стихий в нем заключены. Инь-янь в ней проявлены. И это вот синтез, который в чаше возникает, он нам помогает в нашей жизни. Вообще уникальный инструмент, мы их очень любим. И тут, когда я все думала, о чем говорить, хочется какие-то научные данные привести, потому что про чаши в 80-х, когда все проводились массовые замеры. То есть собралось 30 человек людей. Они неделю жили в определенном месте и им постоянно заводили медитации с чашами индивидуальные, групповые. И замеряли, какие состояния, какие у них получались результаты. Это все уже давным-давно прописано. Улучшает ваш стон, улучшается ваше состояние, вы становитесь более спокойными, вас уже ничего не тревожит, тревожность уменьшается. Получается, что вы нормализуете свое состояние. Чистояние баланса приходит. То, какое должно быть, в общем-то, у нас. Когда Дана Михайловна в первый день сказала, что мы практики, да, вы собрали практиков, которые зачастую не умеют про себя рассказать, но умеют показать. И вот мы все эти годы все время показываем, показываем, и мы крайне редко выступаем. Потому что ценность в наших практиках мы можем передать не словами, а вот именно движением этих. То, что мы вам даем, то, что вы можете почувствовать, это самое важное у нас, в нашей практике, это самое важное. Ну, инсайты, которые происходят с людьми, это, конечно, потрясающе. У некоторых людей вообще меняется не на 180, а на на 360 жизни. Почему? Потому что мы в мире не слышим себя. Вот это во всех религиях происходит, эта полоса, узнайте себя, и вы узнаете мир. Это, в общем-то, прописные истины, которые давно проговорены, но мы их как бы слышим, но мы слушаем, но не слышим. И не понимаем, а где я, а кто я, а что я хочу, а вообще зачем я сделаю. И вот именно медитация с чашей и практика с чашей дает вам возможность познать себя, кто я. Уникальнейший инструмент. Немножко, наверное, я пройдусь по нашей презентации. Немножко походу. Ну, это то, что я сказала, что мы все окружены звуками. Чем комфортнее гармоничные звуки, тем комфортнее гармоничнее нашему телу, соответственно, нашему проживанию этой жизни. И низкая частота разрушает нашу клетку. А высокая частота гармонизирует и дает нам высокие вибрации, высокое проживание. Вот такой эффект кипящей воды наблюдается в чаше. Это очень красиво. Мы это показывали и можем показать вам сейчас. Я могу даже сейчас продемонстрировать. Это то, как выбираться воздействовать на жидкость. Вы знаете, что мы все остаемся с жидкостью. Это значит, что при взаимодействии с чашами у нас начинается движение жидкости. Кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, внутрисуставная. Мы, когда делаем индивидуальные сеансы, у нас наблюдаются какие процессы у людей, где были переломы, уши, где были травмы, там энергия проходит, вибрация энергия, когда проходит, люди чувствуют боль. Но потом она шанс инфрируется и потом проходит. Таким образом прочищается наше тело. То есть мы тоже как проводник, мы как провод, по нам течет энергия, течет жидкость. И вот где у нас застои, где у нас психосоматические вопросы, где у нас устало тело, или оно держит какую-то эмоцию, там вибрация не проходит. И вот именно чаши, вибрационная волна звука, она именно таким образом работает и прочищает. И вообще потрясающие результаты тоже у нас были. У нас есть одна женщина, которая ходила к нам несколько лет на медитации, и у нее была травма после аварии, у нее была нейморалкия. Она лечилась долгое время. Какое-то из них групповые сеансы, я замечу, групповые, это не индивидуальная даже практика. Она вдруг после медитации нам говорит, все, у меня нет нейморалкии. Она просто купировалась в одну точку и растворилась. Вот таким образом она прокачала свое тело, да, вот такой еще процесс. Чаши. Все инструменты, с которыми мы работаем, мы подбираем сами. Для нас это очень важно, потому что мы знаем, насколько важно, чтобы инструмент был качественным. Наверное, вы тоже используете в своей работе качественные инструменты. Мы специально ездим на фабрике Непал и выбираем. На самом деле это очень сложный труд. Это очень тяжело и из такого количества чаш, мы это как бы кусочек фабрики, выбрать качественно хорошую чашу с хорошим звуком и с хорошей вибрацией. Мы перебираем, до 100, до 200 чаш, и это очень сложно, потому что любое трение не то, любой не тот звук, качество уже будет не то. И для нас в общем-то архиважно это. У меня есть музыкальное образование, я очень тонко слышу, а у Саши нет музыкального образования, но он очень тонко чувствует. Вот это сочетание еще, и я, у нас тоже присутствует, мужчина и женщина, два разных взгляда. У нас, кстати, кардинально разные взгляды на работу и на то вообще мы видим по-разному. Но два разных взгляда они дают вот эту ценность, которая им нужна. До 5 лет мы практиковали сами, и у нас были очень интересные у нас были в начале наши лепутки, которые мы называли, потом мы поехали в Непал и обратились к традициям. У нас есть 5 учителей в разных традициях, и мы это все синтезировали, объединили, и вот здесь мы находимся в Непале непосредственно на фабрике, и мы встретились с группой терапевтов, с украиной, женщин, и мы показали свою методику постановки в чашу и постановки чаши на голову. Это наше изобретение, и сейчас мы гармонизируем пару в двух чашах и двумя чашами в два. Это гармонизация в паре. Это наше личное изобретение, наша личная методика, и мы ее успешно применяем, ее нигде нужно применять. Ну, в общем-то, спасибо вам за внимание. Это мы там в Непале. Практики наши с детками очень хорошие. Были у нас тоже взаимодействия. детский сад в Питере. Нас попросили там поиграть. С детками аутистами мы работали. Вообще чаши очень сильно раскрывают чмолика. Вот такой уникальный инструмент, который мы любим, эти практики. вам всем хорошего дня. Спасибо, Галина Михайловна. Спасибо. субтитры